Так, сейчас мы подождем, пока подключатся наши зрители. Всем добрый вечер. С вами Академия Анны Романовой. Сейчас мы пообрабатываем пяточки. Добрый вечер. Подскажите, как видно, как слышно нас? Так, лайки полетели. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Слышно, видно, хорошо? Отлично. Я представлюсь, меня зовут Панюшкина Светлана, являюсь инструктором Академии Здоровых Ногтей Анны Романовой. Инструктор я по педикюру. И сейчас мы с вами обработаем вот такую ножку. Предварительно мы всегда ножки клиентов должны обработать. В данном варианте мы будем обрабатывать мылом для педикюра. Давайте я покажу его вам. Мыло отцовый делюкс с нереально потрясающим цветочным ароматом. Восстанавливает пиаж кожи, сухую кожу увлажняет. Влажную гидрозную кожу делает с послушающим эффектом, и мы можем легче по ней работать. Вспениваю в руках мыло капельку небольшую, разбавила водичкой, между пальчиков все помыло. У нас такие вот были пяточки непростые. Остались еще, скажем так, остатки после лета, в предпоследний день осени, для того, чтобы мы обработали. После плоского хода, после открытой обуви, у нас образовалась данная проблема у клиента, которая его беспокоит. Но пришел я к нам решить. Омыли. Вытерли мыло, ничем не нужно дополнительно смывать или гасить. Сразу же приятный запах. Клиент чувствует себя расслабленно, не беспокоится, что у него могут неприятно пахнуть ножки. Чувствует себя комфортно. Обработку мы будем делать дисками. И мы посмотрим, насколько быстро, эффективно это можно сделать данным инструментом. Здравствуйте. Пока мы делаем демонстрацию, вы можете задавать любые интересующие вас вопросы по поводу курсов, по поводу педикюра, какие проблемы встречаете, и мы постараемся на них ответить. Со мной наш менеджер Даниил. Всем здравствуйте. Он мне будет зачитывать, и я по возможности постараюсь ответить. У нас есть несколько абразивов дисков. Это 80 грит, 100, 180, 240, 320 и спонж. 320 файл и спонж, они взаимозаменяемые. Мы храним его в таких вот коробочках удобных, по размерам разбили, по градации, чтобы было удобно брать подписанную. Тут же у нас лежат клопачки для работы. Модель, да, у нас на животе. В данном случае некорректно определять, каким файлом мы будем работать. Только зрительно мы обязательно пальпируем, прощупываем кожу, насколько она у нас жесткая. От общего объема гиперкератоза мы убираем не все в ноль, да, у нас кожа должна остаться бежевой. Мы убираем достаточную толщину. Коллеги, модель на животе, потому что для того, чтобы показывать вам прямой эфир, для того, чтобы было это комфортно. Если у вас сидит, если у вас, точнее, к вам приходит клиент, вы его, конечно же, не кладете на живот, но, опять же, если он этого не хочет. Или вам так будет, если вам так будет удобно, вы можете положить, но для этого у вас должно быть устойчивое педикюрное кресло, которое полностью раскладывается. Предварительно, чтобы все трещинки у меня вскрылись, я нанесу пенку кератолитик для стоп. Угу. Там что-то вопрос еще. Так, у меня сейчас стопа за смарт-педикюр и через несколько дней шелкшится пятка. Причина. Сейчас я объясню. Предварительно мы сейчас нанесем пенку, и пока я с вами обязательно пообщаюсь. Пенку для ног от Совы Делюкс с легким кератолитическим эффектом. Небольшую порцию нанесли. Один-два нажима на дозатор. Почему у нашего клиента могут цепляться пяточки через несколько дней сразу же после педикюра? Причин несколько. Возможно, вы перестарались на педикюре и сняли лишнего. То есть мы, когда работаем инструментом, мы должны понимать, что мы не можем убрать абсолютно все. Должна быть определенная пропорция. Возможно, вы не соблюдали последовательность файлов. Возможно, вы подобрали неправильный абразив. У вас были неправильные обороты или нажим. Это тоже нужно проконтролировать. Или у человека была присоединена инфекция, такая как микоз, о признаках которых, к сожалению, большинство мастеров эстетов не знают и пилят грибковые пятки, не понимают, в чем проблема, почему нет динамик. Поэтому необходимо, дамы и господа, учиться. Ну что, пенка у нас подействовала, опала. Вопросы у нас еще пока что есть или нет? Да, там есть, конечно. Вы делаете только сухую обработку? Нет, не всегда. Иногда, вот как в данном случае, мы используем пенку. Можно ли за один день научиться делать педикюр? Смотрите, смотря какого вы уровня мастер, смотря насколько у вас развита моторика и как быстро вы воспринимаете информацию. У нас только что закончился базовый курс. Трехдневный. Трехдневный, да, который шел. То есть он, я не могу сказать, что он базовый, он как углубленный идет. То есть мы разбираем максимально целый день всю теорию от того, как должен выглядеть мастер, что у него должно быть в кабинете, до всех видов у них и дистрофии, которые мастера встречают в кабинете. То есть строение кожи, строение ногтей, строение стопы, ортопедические основы, дезинфекцию, стерилизацию. Мы все это подробнейшим образом разбираем для того, чтобы мастер мог себя чувствовать уверенно в процессе работы. И у нас есть ученики, которые на данном курсе были с нереальным стажем работы. То есть у кого-то 30 лет, у кого-то 6 лет, 10 лет. Люди приходят, переучиваются, потому что понимают, что знаний, к сожалению, не хватает. Поэтому за один день чисто практически, возможно, кто-то успевает делать работу с первой модельки, кто-то понимает, что нужно сделать, а кто-то понимает на последнем пальчике четвертой модели, когда у нас по 4 модели на трехдневном курсе. Поэтому все очень индивидуально. Только от вас зависит, сможете вы научиться или нет. Так, выполняется смарт-педикюр? Выполняется обработка дисками. Да, все правильно дисков. Итак, по поводу цены на пенку, то пенка защитная, которую только что сейчас Светлана нанесла на пяточку с гератолическим действием, стоит 750 рублей. Файл мы сейчас наклеим 100 грит. В данном случае мы взрыхлим роговой слой, самый грубый. Чуть поближе к пяточке. Обратите, насколько грубый файл. Да. Ты говоришь, что только отвела курсы в эфире. Да, ну, так вот круглые сутки работа мне попадает руль. 100 грит я взяла абразив. Диск у нас с диаметром М. Это 20 миллиметров. Средний диаметр, не крупный и не маленький. Самое то, чтобы обработать стопу. Здесь я сейчас буду производить обработку на фоварде. 10 тысяч. 10 тысяч, просто чтобы взрыхлить роговой слой и ни в коем случае не перепилить, не повредить лишнего. Так, я сейчас чуть подниму для того, чтобы было Светлане удобнее. Да, чтобы, ой, я нечаянно, нечаянно вас не ткнула. Пока вы можете задать свои вопросы. Пенка обладает легким кератолическим действием, она ее так размягчает, да. Пенка испаряется, да, она впитывается. Обратите внимание, что моя задача... Здравствуйте, да, запись обязательно будет. Моя задача просто раскрыть кожный рисунок для того, чтобы я смогла его обработать. Крупные трещины я могу сразу же убрать данным диском. Также на 10 тысячах, на фоварде. Главное, ставить инструмент правильно, чтобы все удачно и грамотно раскрыть. Мы, естественно, не включаем вытяжку, они нас стоят, безусловно, мы на них работаем. Простите, коллеги, вас немножко трясет, извиняюсь. Мы, естественно, их включаем в процессе обучения, но сейчас, чтобы вы могли слышать, что мы рассказываем, мы вытяжки не включаем. Но здесь, на самом деле, по пенке не так сильно летит пыль. Она достаточно крупная после такого жесткого абразива. Я взрыхлила. Клиенту ни в коем случае не должно быть горячо, чтобы потом кожа в ответку не нарастала еще в большем количестве. Обратите внимание, насколько хорошо раскрылись трещинки. Сейчас мы покажем. Наш предварительно есть макро. Я сейчас смою пыль, и мы просто посмотрим, как с одного файла грамотной обработки может получиться потрясающий эффект. Для уборки пыли мы берем спрей антисептический, без спиртовой. Омываем кожу. Вытираем насухо. Я не буду заставлять вас ждать. Сейчас я открою фотографию. Естественно, цепочки еще есть. Естественно, кожа еще цепляется, шаушится, безусловно. Но просто посмотрите, то, что было до, и что сейчас после. Один файл. Всего лишь один. И 5 минут вашего времени. Даже меньше. Если бы мне было удобно работать, и я бы не подстраивалась под камеру, я бы, естественно, это сделала намного быстрее. Коллеги, в данном эфире мы не будем показывать обработку между пальчиками. Мы вышли именно потому, что у нас тут есть очень интересный случай. Да, именно со стопой. Сколько стоит курс? Трехдневный курс до Нового года стоит 30 тысяч рублей. Насколько я знаю, после Нового года планировалось изменение цен. За три дня вы становитесь настоящими профессионалами. Профессионально разбираются абсолютно все темы, которые касаются педикюра, мастера педикюра кабинета, дезинфекции, стерилизации, кожных заболеваний, повторюсь еще раз, строение стопы, ортопедических основ и так далее. Однодневный курс повышения по чистому аппаратному педикюру. То есть вы не используете режущий инструмент ни на пальчиках, не используете никакие препараты по стопе. Вы можете выбрать обработку дисками, клопатчиками, как вам удобно. На курсе будет стоить 15 тысяч рублей. Вы отрабатываете на двух моделях, с 11 часов начинается курс. Теория идет до полтретьего, включен, естественно, обед. В это время обед всего, что он где-то минут 20-30, как девочки успевают и мальчики усваивать информацию. И окончание курса, ну кто как может. Кто-то уходит уже в 9, в 8, а кто-то бывает уходит в 12. Но базовые курсы, углубленные трехдневные, как правило, идут так, что ученики не уходят позже в 8-9 вечера. Так, тут все спрашивают про, как понять микозная стопа и как обрабатываются пятки с микозом. Ну, дамы, я это рассказываю подробнейшим блоком, начиная от строения кожи до заболевания. Естественно, на курсе я не могу в один прямой эфир вместить это все. Там огромное количество признаков. Мы с учениками тратим на этот блок около часа времени, естественно, с разбором вопросов. Поэтому я в проценте обработки, я еще и на этот вопрос ответить, к сожалению, просто не смогу. Хочу вам просто показать, насколько сильно забился абразив 100. Сейчас я возьму файлик 180, пока мне можно зачитать вопрос. У модели есть микоз? Нет, у модели просто после плоского хода, скажем так, после лета, еще остались проблемы на стопе. Самостоятельно гиперкератоз уйти не может, потому что может провоцировать сам себя. В данном случае моделечки нет приснения микозной инфекции, просто последствия теплого горячего воздуха и открытой обуви. Аппарат у нас сейчас стоит Рестар. Калибри 0.3 смарт. Смарт калибри 0.3, да. А вообще есть еще пылесосы для педитюра, под АКЮ, которые с пылесосом состроенным. Вот сейчас вот на данный момент обрабатывается все Рестаром. Обороты были до 10 тысяч. Сейчас будет файл 180, обороты будут 18-20 тысяч по стопе, в зависимости от аппарата. Чем слабее аппарат, тем выше обороты. И продолжаю обработку. Сейчас ты поменяла файл, да? Поменяла файл на 180, да, говорю же. Заменила соточку на 180 и закрываю то, что я обрабатывала соткой. Закрываю 180 файлом, доглаживаю шелушки. Здесь я ни в коем случае не даю никакого нажима на кожу. Этого недопустимо делать, чтобы не повредить нашему клиенту. Но абразив нужно перекрыть. Пенку мы ничем не снимали. То есть мы просто нанесли, подождали буквально 2-3 минуты и, соответственно, начали работать. Простите, я вас немножко подвину, чтобы я нечаянно вас опять не трясла там в другую сторону экрана. Потому что мне здесь тоже нужно... Коллеги, ну сейчас не совсем удобно будет показывать мне аппарат, потому что сейчас на нем работают. Но вообще... Да хочешь, я сейчас остановлюсь в паузу, да покажу. Ну да, сейчас подождите. Давай, сейчас. Так, он там доцениться, да? Да. Вот такой вот у нас. Вот такой аппарат с электронным табло. Здесь можно ставить силиконовый уплотнитель, на котором можно ставить ручку. Он очень легкий. Он, в общем, весе вместе с ручкой не составляет, не превышает 800 грамм, если не ошибаешься. Ну да, да. 770 или 780, из которых 400 грамм весит сам аппарат. Это единственный аппарат с электронным табло. Его можно переключать на скорости. Вот, допустим, когда у нас не горит огонечек, это реверс. Когда у нас не горит огонечек, это форум. Когда горит огонечек, это реверс. То есть я не выключаю его по скорости непосредственно, когда он включен. И его невозможно выключить, просто прокрутив реле на максимум. На полутысячу он все равно крутится. Максимальная скорость вращения 35 тысяч. Выключается он нажав на реле. Да. Я пока продолжу обработку. 18 тысяч, форвард. Вы можете пока задать свои вопросы. Стоимость данного аппарата у нас в магазине сейчас 25 тысяч рублей. Но в наличии сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, остались белые. Что, вопросов нет? Пенку просят показать еще раз. А, пожалуйста, конечно. Да. Пенка Sova Deluxe. Пена защитная, с легким петаллическим действием. Можете я сейчас проверну, заскринить экран на обратной стороне. Да. Там есть, в принципе, и описание. Состав, описание и так далее. Мы всегда работаем на педикюре пенкой и спреем. Способ применения на еще одной стороне. Тоже можете заскринить. Я пока промою кожу от пыли, чтобы вам было видно, что уже после 180 файла практически чисто. Осталось нам совсем чуть-чуть. И не нужно обращать внимание на пыль в кожном рисунке, потому что трещины, хоть у нас эпидермальные, но все равно достаточно глубокие. Потому что проблема нашего клиента беспокоила давно. Почему еще один из признаков, что это именно открытая обувь? Обратите внимание, что как бы я не обрабатывала кантик, самый жесткий участок у нас так и остался четко посередине пяточки, где у нас стопа упиралась в обувь. Убрали пыль. Остался 240 файл, 320 файл. И спонжиком можно вбить уходовое средство. Так, пока Светлана меняет абразив, сейчас по поводу шлифовки стопы, да, она обязательно будет. Онлайн-курсы в нашей академии действительно тоже есть. У нас есть сайт, там представлены все наши онлайн-продукты, которые мы на сегодняшний день выпустили. Последний из педикюра – это курс Светланы Банюшкиной онлайн, в который мы постарались вложить максимум общей информации. Мы очень много его готовили, очень много теорий в нем дали. Там по факту идет как углубленный курс, то есть там точно так же разобрано от а до я просто все моменты, касающиеся педикюры, внешнего вида, дезинфекция, стерилизация, кабинет мастера, оборудование, которое требуется, заболевание кожи, заболевание ногтей. Мы там тоже разобрали, какие у нас могут встречаться. Поэтому кто не может по какой-то причине приехать, вы можете приобрести курс. У нас там несколько техник обработки пальцев, чистой аппаратной, несколько вариантов покрытия, включая витражный зеленый с мелкой блесткой, желтый проблемный цвет, однофазник, это когда у нас не требуется ни база, ни топ, лак даже показали, кошачий глаз. То есть очень-очень разнообразный курс, масштабный, действительно насыщенный. Мы над ним очень долго работали и старались. Я пока продолжу обработку. Даня может учитывать вопросы. Какая разница между колпачками и дисками? Принцип работы разный, диск режет колпачок, шлифует и, соответственно, движения у нас идут совершенно другие. Есть определенные правила, которые в работе с колпачком неприменимы к работе дисками и наоборот. То есть это принципиально два разных инструмента. Диаметр диска МК? МК 20 мм. Да. Если вас интересует диаметр. Почему не 240-й? Но сейчас как раз 240-й. Сейчас 240-й. Мы начали с грубого абразива и потихоньку уменьшаем. Потому что пяточка довольно-таки проблемная и, соответственно... Очень много надрывов. Да. И подбираем файлы, исходя из, так скажем, потребностей. Так, машинку мы уже показали. Светлана, сейчас прохожу курс по обратному педикюру. Не всегда получается срезать кутикулу. Не могу понять, как нужно натягивать. Натягивайте в зоне синусов. Чем лучше, тем легче получится срез. Как барабанчик должны кожу сделать? Коллеги, эфир обязательно сохранится. Что можно порекомендовать в уход с такой проблемой? Здесь просто нужна регулярная обработка. Буквально несколько раз, и кожа придет в норму. Здесь дальше на стопе, если обратить внимание, абсолютно мягенькая кожа. Это просто последствия открытой обуви летом. И обязательное увлажнение максимальное. Это у нас подойдет здесь крем-бальзам Монарда. Более жирная, густая текстура. Сейчас в период отопления, когда очень сильно сохнет кожа. Отличный вариант. Или можно попробовать, кто не любит жирные текстуры, крем от Sove Deluxe. Можешь немножко наших зрителей подвинуть? Я тут подлезу, обработаю. Давай, давай, давай. Чуть-чуть. Спасибо. Я боюсь вас трясти. Сейчас скорость у нас обработки 18 тысяч. Пайл 240 грит. Пайл 240, остался только 320. Уже ничего не цепляется. Полировочным файлом нужно просто сделать несколько движений по одной области. И все. Закрыть 240 файл у нас готово. На одном курсе я слышал, что файл надо брать через один. То есть, например, 80, 120, 160. Ну, таких, конечно, файлов. Таких файлов нет. Ну, 80 есть, но 120, 160 их не существует. Таких файлов нет, касаемо дисков, если это дисков касается. На всех дисках, абсолютно всех брендов идут файлы. 80, 100, 180, 240 и 320. И пропускать абразив в дисках означает, что вы не будете перекрывать насечки абразива последующим более мягким файлом. И ваша кожа клиента вместо идеального зеркального эффекта, гладкости, скольжения получит в себе благополучно разрывы кожи, которые не сможет оставить без внимания влага. И начнутся, прошу прощения, начнутся цепки. Начнет цепляться очень неприятная пятка, и ваш клиент будет недоволен процедурой. Вот, колпачками и так же можно сделать, или дисками лучше? Колпачками можно обработать точно так же, Дань. Можешь сейчас показать последнюю ножку, которую мы обработали колпачками, вбили уходовое средство. Можно их подвинуть. А, да, конечно, извини. Да, чтобы вот так. Ну, вот, вот эту ножку мы обработали заранее, соответственно, она была выполнена. Сейчас, подожди. У нас просто моделька хочет проверить, что у нее будет держаться лучше, колпачки или диски. Поэтому мы обрабатываем и тем, и тем, для ее интереса. Понимаю, у меня просто чуть-чуть, мне кажется, у меня... Что такое? Он размывает почему-то, он не фокусирует. Хотя я вот ставлю, он... Ну-ка, может быть, из-за того, что свет... Попробуй, не знаю, отстроится. Может быть, засвечивает или еще что-то. Ну вот, да. Вот сейчас вот все нормально. Вот. Это вот как раз обработка, в принципе, колпачком. Так. Ну, мы сейчас тогда переходим. Возвращаемся. Да, мы сейчас нанесли спрей Сова Делюкс без спиртовой, антисептический, для того, чтобы убрать пыль, ну и, соответственно, выполнить влажную уборку. Да, мы выполняем сейчас влажную уборку, потому что мы завершили обработку всеми файлами. Мы завершили обработку всеми файлами. Нам осталось только вбить уходовое средство. Нашего клиента больше ничего не беспокоит, ничего не цепляется. В уходовое средство мы возьмем крем-бальзам-монарду. Сейчас я чуть-чуть, извините, вам настрою, а то тут что-то как-то у меня почему-то сегодня замыливается все. Крем-бальзам-монарду. Побьем нашему клиенту в пяточки. Сделаем ему приятно. Отзеркалим их. 240 файл, да, мы обрабатывали на 18 тысячах оборотах. Как клиент сидит вниз головой, он не сидит, он лежит. Он лежит и прекрасно себя чувствует, сидит. Так, я тоже не слышал такие файлы. Так, на 320 или на полировщике какая скорость будет? На 320, как на любом файле, около 18-20 тысяч, в зависимости от вашего аппарата, насколько он мощный. Сейчас на спонж я поставлю около 10 тысяч. Сейчас посмотрим по тому, как будет вбиваться уходовое средство. Тоже есть небольшие особенности. Небольшое количество крема наношу чистым инструментом на кожу клиента. Не лажу ни в коем случае. Обратите внимание, ой, простите. Обратите внимание на баночку. Ни в коем случае мы не лазим в нее пальцами. Мы берем чистым инструментом, которым не касались клиента. Для того, чтобы не разносить кожные клетки. Под мизинцем огрубившую кожу какой абразив нужен? Под каким мизинцем? Ну, вообще в целом спрашивают. Вот если под мизинцем огрубившая кожа, какой файл лучше взять? Девочки, я только что рассказывала, что абразив подбирается по пальпации. Я даже там так зрительно вам не могу сказать. Может быть 180, может быть 100, может быть 80. А может вообще 240, вам кажется, что через чур грубая. Это очень размытое... Ну, то есть она надо смотреть конкретно на то, как... Конкретную ногу. Не то, что смотреть, а трогать. Картинки недостаточны. Иногда на картинке кажется, что ужас ужасный. Ты трогаешь кожу, она нежнейшая. Сейчас сделаю легкий массажик нашему клиенту. И потом в объем уходовое средство. Еще вопрос есть? Так, вытяжка у нас стоит Faux Blanc. Мы пользуемся ей, которая идет уже с подсветкой. Можно ли работать на форварде? Мы работаем сейчас на форварде. Правша работает на форварде, левша работает на реверсе. Ну, ножка, в принципе, уже приобрела такой очень... Очень ухоженный, приятный вид. Не то, что было раньше. Мы сейчас покажем фотографии. Обязательно сейчас в процессе обработки мы будем натягивать. Сейчас мы используем спонж. Можете использовать либо 320 файл, либо спонж. Они по абразивности одинаковые. Спонж просто имеет... Он полирует кожу до более зеркального блеска. И я не могу... Чуть-чуть подвиньте, пожалуйста. Я не могу, к сожалению, 320 абразивом вбить уходовое средство. А здесь оно нам крайне необходимо. Салфеткой проверяете цепки? Да, конечно. Мы же здесь сделали влажную уборку. Причем несколько раз убирали пыль. Или вам показывали промежуточные варианты. Конечно же, мы это делаем. Для того, чтобы понять, насколько чисто убралось. Здесь, повторюсь, здесь помимо кожных надрывов, здесь кожный рисунок у клиента именно был пересушен. С шелушками. Сейчас мы, получается, работаем с пунжем на 8 тысячах оборотов. Ну, теперь все. Тут я уже клиент, на самом деле, просто балуем уже все даже заболелась. Почему через 5 дней после диска кожа на пятках немного начинает колоться, как будто дыбом встает. Вот, делаю все проходы дисками по уменьшению, полирую. Не понимаю, что делаю не так. Возможно, у клиента пересушена кожа была. До этого клиент что-то сам дома делает не очень хорошего. Это все разбираем на курсах. Или у клиента инфекция. Ему нужно обратиться к дерматологу. Но предварительно нужно понять признаки. Покажи, пожалуйста, еще раз крем. Пожалуйста. Крем-бальзам Монарда. Так, дай мне так, наверное. Да, лучше так. Крем-бальзам Монарда мы использовали сегодня в работе. Если вдруг вам пришел гидрозник или у вас пришел человек с подозрением на микоз, вы можете использовать крем для ног фунгицид. В составе идет масло чайного дерева. Бальзам Монарда. Вот в чем разное большое отличие между Монарда и чайным деревом. Монарда у нас увлажняет, обладает фунгицидным, бактерицидным, верлицидным действием. Боится с вирусами, бактериями, грибами. Что и должен еще делать ваш обязательно антисептик. Масло чайного дерева, оно наоборот сушит. Почему-то мне прям очень сильно засвечивает. Давай я так вот яркость просто поменьше сделаю. Может быть так будет лучше. Ой, выключила вообще сейчас, секунду. Простите. Ну мы в принципе все. Да что ж такое? У меня прям вообще капец как он. Он просто не фокусирует, не хочет. А может быть я там на заднем фоне очень темная? Может быть, да. Сейчас лучше стало? Мне как-то непонятно. Нет, он смотри, он прям размывает у меня телефон. На задний фон уходит. Вот сейчас ты как будто так делаешь. Вот сейчас он фокусирует. Давай вот так сделаем. О, так как дела обстоят. Вот так. Давай так сделаем. Как-то непонятно. Смотри, какая пяточка. Давайте я сейчас открою телефон. А, напишут, вижу, пишут. А, видно хорошо. Может быть у нас какой-то? Да, я потому что он не так учен, как будто он мне реально очень сильно размывает. Давайте просто посмотрим. Переверни, пожалуйста. Было и стало. Не важно, чем вы делаете. Причем у нас, у меня есть фото второй ножки, которая у нас была обработана предварительно колпачками. Мы можем сейчас ее показать. Вот у нас было. Так, сейчас я. Я сейчас чуть-чуть перейду. Да, да, конечно. Телефон сюда. И вот у нас стало после колпачков. Не важно, чем вы работаете. Главное, работать правильно и грамотно. Да, приблизительно такой результат, коллеги. Смотрите, что касается по ценам. Там спрашивали тоже вопросы. То цены у нас все представлены на нашем сайте интернет-магазина. Если что, можете зайти посмотреть сейчас там. Ну, насколько я знаю, Монардо стоит, если я не ошибаюсь, 1000. Фунгицид 1100. И с шунгитом крем 1200. Мы использовали сегодня в работе крем-бальзам фунгицид и крем-бальзам Монардо. Вот так, эфир с колпачком в следующий раз. Ну, это уже зависит от инструкторов. Просто супер. На iPhone 13 снимайте прямой эфир сейчас, а то могут фугозить. Нет, у меня 12-й. У меня 13-го нету. Я бедный. Я вообще с 10-м хожу. Да, да, да. Шикарно. Размыто. Кто-то пишет, все отлично. Кто-то пишет, размыто. Ну, извините. Вот, я максимально стараюсь. Так, если с грибком, то крем с чайным. Грибом. Извините. Коллеги, смотрите. Да, с крем-бальзам. Крем-бальзам фунгицид. У нас Монардо для обычных ножек, фунгицид для ножек с признаком микоза. Так, это да. Где заказать, подскажите, пожалуйста, в магазин. В инстаграме Романова Нейлс Шоп. Вот прям как наша страничка. Ну, да, давай, давай, сейчас, Свет, зайдем, покажем, чтобы сразу туда уж наверняка. Закрыть этот вопрос. Пожалуйста. Шапки профиля есть сайт на интернет-магазин. Там можете оформить заказ. Оформить заказ. Да, там все очень просто. И просто добавляйте в корзину, регистрируйтесь, делайте заказ, отслеживайте его. Соответственно, все будет. Там все очень удобно, там все очень просто. Так. А левша на реверсе, повторите, пожалуйста. Да, левша на реверсе, все верно. Еще раз полный тогда предложение. На форварде работает. У нас правша. А левша у нас работает дисками на реверсе. Так, это как лежит клиент на животе, конечно же. Мы это печали. Клиент сделал смарт, ага, очень сильно. Так, клиентка сделала смарт, и пятки потрескались очень сильно. Ну, скорее всего, тут, наверное, неправильно сделано. Что-то не так сделано, да. Эфир обязательно мы сохраним. И вытяжку пропустил посмотреть. Вытяжка у нас стоит фо-бланк. Да, вытяжка фо-бланк, то есть фо, четыре цифра, бланк. Все очень просто. Либо можете просто вбить четыре бланка и посмотреть, как она выглядит. Клиентки вам выдадут и страничку Инстаграма, и сайт непосредственно данного представителя. На какой скорости работать? Диски какие-то вообще ноунеймовские, девочки, неважно, мне без разницы, какой инструмент. Давайте сейчас прямо сниму, покажу, что я не знаю, что это за диск. Был чистый в стилюляционном зоне, мне без разницы, работать с Мартом, с Талексом, вот каким-то непонятным ноунеймом. Абсолютно все равно, лишь бы он был хорошо оцингован и был удобен мне в работе по определенным критериям. Все. Да. Так, у подростка потеют ноги и между пальцами покраснения. Каким лучше, семонарный или фунгицид? Здесь я уже советую обратиться с ребенком, пожалуйста, к специалисту, к дерматологу или к дерматологу-мекологу, потому что это уже неблагоприятный фактор. И здесь уже заигрываться не нужно. Здесь нужно контролировать потоотделение. У детей в период пубертатного, в пубертатный период может повышаться потоотделение. Это нормально. Но то, что так спрело, возможно, вы не ухаживаете, вернее, не вы, ну и ребенок в том числе, не ухаживает качественно за обувью. Этот, кстати, момент мы обязательно разбираем на курсах. Я учу, как ухаживать за обувью, как ее обрабатывать, чтобы не было повторного заражения микозом. Как обрабатывать ее здоровым человеком, как правильно мыться элементарно. Почему у человека должно быть две пары обуви? Почему у человека должно быть две зубных щетки? Мы даже разбираем этот факт небольшой. нюанс, о котором говорят, ну, скажем так, более квалифицированные стоматологи. То же самое касается обуви, безусловно. Это все разбирается непосредственно в курсах. Здесь я советую все же обратиться к дерматологу. Нет, это как раз Светлана Панюшкина. Пишут просто по голосу, не похоже, что Светлана. Нет, это Светлана. Это я. Добрый вечер. Я просто три дня разговаривала непрерывно, возможно, голос подсел. Так, коллеги, как дождаться 21 число? Я сплю, вижу, как сижу на курсе, впитываю, как губка. Очень ждем. Будем очень ждать, будем очень рады. Так, коллеги, мы тогда заканчиваем наш прямой эфир. Всем большое спасибо, что приняли участие. Спасибо, что нас посмотрели, выделили время. Мы все большие молодцы. Кто к нам на курсы, мы вас всех ждем. Кто за продукцией, мы вас тоже ждем. На онлайн-курсы тоже ждем. На онлайн-курсах мы вас тоже ждем, да. Всем большое спасибо, коллеги. Всем хорошего вечера. Всем до свидания. До встречи.